МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Капризы природы. Как справляются с уборкой снега в Сарове? Новые возможности. Какие изменения произошли в программе «Пушкинская карта»? Сохраним природу. 11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. Далее расскажем обо всем подробно. Около 60 единиц основной техники и 45 наемной сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия продолжают борьбу с непогодой. О том, как ДЭП справляется со снегопадами и гололедом, расскажем далее. 14 погрузчиков, 30 самосвалов и 15 единиц уборочной техники для расчистки дорог и тротуаров. Рабочий день сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия начинается ни свет ни заря в 5 утра. Это дневная смена. Не позволила погоде отдохнуть и в январские праздники. Выходные пришлись только на 1 и 7 января. Справляемся, конечно, неплохо. Успеваем и почистим, вывозим. Сейчас после этого снегопада немного уменьшим вывоз, чтобы очистить город, а потом приступить уже к вывозу снега. Будет пока складировать, будут небольшие неудобства, будут кучки, но потом вывезем. Вывозят снег на специальный полигон. С утра мы наблюдали здесь вереницу машин. Ежедневно сюда привозят около 3,5 тысяч тонн снега, рассказал директор ДЭП Василий Ласточкин. График состоит из улиц 1, 2 и 3 очереди. Сначала расчищают автобусные маршруты и центральные дороги. Затем поселки ТИС, Балыково. Дворовыми территориями занимаются управляющие компании. У нас сейчас около 300 человек. Это сотрудник вместе с инженерно-техническим персоналом. Из них это уборщики территории, которые ходят, с лопат убирают тротуары, сходы лестничные посыпают. И есть механизаторы, водители, которые задействуют на уборке. Это белорусы тротуары, камазы тоже, те же самые белорусы, когда им какие-то дороги. Зачастую уборки улиц препятствуют припаркованные автомобили. ЛИТЭП призывает горожан не ставить свои машины на обочинах улиц в день уборки снега. Изменения в программе «Пушкинская карта» и развитие детско-юношеского спорта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Подробности в следующем репортаже. В прошлом году по инициативе президента в нашей стране заработала программа «Пушкинская карта». Молодые люди от 14 до 22 лет могут оплачивать карты посещения театров, музеев и других культурных мероприятий по всей России. На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин рассказал, что в этом году в программе произошел ряд изменений. С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. И со следующего месяца, с февраля, возможности карты будут расширены. Ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей. Также на совещании Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента правительство подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта. Ее предстоит реализовать в два этапа. На первом в ближайшие три года появится единое физкультурно-спортивное образовательное пространство. Оно объединит детей независимо от того, в каком клубе или секции они занимаются. Кроме того, планируется создать цифровую информационную систему, которая поможет контролировать деятельность спортивных детско-юношеских организаций. Главой государства была поставлена задача создать в каждом регионе страны все условия, чтобы ребята могли тренироваться самостоятельно и под руководством квалифицированных специалистов и педагогов. И с каждым годом все больше детей занималось спортом. Важно, чтобы у них была возможность самим выбирать направление, по которому они будут развиваться и добиваться спортивных успехов. На портале Госуслуг граждане смогут записывать детей в спортивные школы и секции без сбора дополнительных документов и справок. Ключевая задача к 2030 году – не менее 90% юных россиян должны будут систематически заниматься спортом. 126 различных штаммов вируса гриппа зарегистрировали в регионах России. Об этом сообщает научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева на основе данных собственного мониторинга. 87 из выявленных штаммов оказались родственны тому, что вошел в состав вакцин от гриппа, который рекомендовала Всемирная организация здравоохранения в текущем сезоне. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Очередной этап туристического кэшбэка стартует 18 января. Продажи туров по России с компенсацией части их стоимости завершатся 12 апреля. Отправиться в поездку по программе можно будет до 30 апреля. В программе участвуют все регионы. По ее условиям можно забронировать тур по стране, путевку в санатории, круиз по России или отель. Но поездка должна быть не менее чем на две ночи. Оплатить покупку нужна карта системы МИР. На нее же автоматически в течение пяти дней вернется 20% от стоимости поездки. Максимум 20 тысяч рублей. До 1 июня каждый болельщик должен получить персонифицированную карту, которую нужно будет предъявить как при покупке билета, так и при входе на стадион, в спорткомплекс или иное место проведения соревнования. Паспорт болельщика появится и в электронном виде. Перечень мероприятий, для посещения которых нужен будет такой документ, определит правительство РФ. При этом организаторы соревнований, которые не войдут в этот список, смогут самостоятельно установить требования об аутентификации зрителей. Оформить паспорт можно будет на едином портале госуслуг. Вступили в силу изменения в законодательство о регистрации актов гражданского состояния, сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области. Теперь граждане могут обратиться в любой орган ЗАГСа для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усыновления, изменения имени, независимо от того, где они находятся. Также в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей. Нововведения сократят временные и материальные издержки граждан, позволят повысить уровень качества и доступность оказания государственных услуг. Напомним, принцип экстерриториальности как масштабное изменение в законодательство о регистрации актов гражданского состояния стал возможен после завершения работ по формированию и наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В электронный вид в России перевели более 524 миллионов записей из архивов органов ЗАГСа, начиная с 1926 года. В Нижегородской области более 14 миллионов актов всех видов. Налоговый вычет Возврат можно оформить при расходах на покупку недвижимости, образования или лечения. Налогоплательщики имеют право заявить имущественный вычет. Этот вычет предоставляется, когда физическое лицо приобретает жилье, квартиру, комнату или жилой дом. Также имеют право на получение социальных вычетов. Социальные вычеты предоставляются в том случае, когда человек потратил деньги на лечение или образование для себя или детей. Проверка налоговой декларации проходит в течение трех месяцев. После этого деньги поступают на счет налогоплательщика. Также нужно помнить, что возврат налога на имущество можно использовать один раз в жизни. Нужно приготовить пакет документов. Это документы, подтверждающие расходы понесенные. И предоставить в инспекцию налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Можно обратиться лично, предоставить документы и декларацию, а также отправить декларацию через личный кабинет налогоплательщиков. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону 3-48-37 или по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22. Ежегодно 11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. Праздник приурочен к дате основания первого в истории нашей страны государственного заповедника Баргузинского. О том, чем живет Мордовский государственный природный заповедник имени Смедовича, расскажем далее. Минувшее лето для Мордовского заповедника было непростым. Сейчас величественные леса постепенно оправляются от ущерба, нанесенного огненной стихией. Те животные, что бежали от пожаров, с осени возвращаются на свои привычные места обитания. Огонь уничтожил в основном сухостой. Это дрова, по большому счету, то есть сухой лес, который погиб после пожаров 2010 года. Поэтому как такового урона сильного было не очень много. То есть это участки, которые начали восстанавливаться, но в принципе это древостой, очень такой тонкий, мелкая береза, которая очень быстро отрастает. В лесах Мордовского заповедника можно встретить лосей, оленей, куниц, кабанов, волков, лисиц, бурых медведей. Особая гордость – зубры. Впервые они появились здесь в 2019 году. Восемь особей были привезены из питомника Окского заповедника. Сейчас зубриное стадо Мордовии насчитывает 15 особей, в том числе двух малышей. Один появился в июне, другой в сентябре уже после пожаров. Они у нас прямо на территории находятся, зимуют они у нас. Мы их подкармливаем понемножку. Мы даже вот акцию такую организовали «Покорми зубра». То есть если есть люди, которые хотят помочь зубрам в такую вот сложную зиму, а зима сложноватая становится, то могут привезти какие-то вкусные корма наподобие свеклы, к примеру, или морковки. Морковку очень любят, а не витаминный корм. Принять участие в акции и передать корм зубрам могут и сыровчане. Дополнительная информация по телефону 8 937 518 61 71. Флоры и фауны этих мест богаты и удивительны. Учёные постоянно проводят здесь исследования, и порой их открытия поражают. К примеру, до пожаров научные сотрудники открыли два новых вида насекомых для мировой фауны. Один планируют назвать в честь Мордовии. Уникальный заповедник был определен в 30-х годах, когда его создали. В это время было несколько больших экспедиций московских из Московского университета, из зоологического института. Эти экспедиции, в принципе, увидев те места, в которых они находились, они решили, что это один из самых уникальных лесов вообще, какой-либо существующий в европейской части. И, в принципе, они оказались правой. История заповедника берёт своё начало 5 марта 1936 года. Назван в честь государственного деятеля Петра Смедовича, уделявшего много внимания вопросам охраны природы в стране. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Воспитанница детской школы искусств Варвара Кулькова стала лауреатом первой степени на международном конкурсе «Шоу талантов», а также приняла участие в мастер-классе на базе Арзамасского музыкального колледжа. Подробности в следующем репортаже. На международном конкурсе «Шоу талантов» Варвара Кулькова представила на суд жюри произведений Чайковского «Старинная французская песенка». По уже сложившейся традиции, конкурс прошёл в заочном формате, поэтому выступления юной саксофонистки записали на камеру. На своём первом музыкальном состязании Варвара Кулькова удостоилась звания лауреата первой степени. Конечно, было не очень-то легко, но несмотря на то, что первый раз Варя молодец, собралась. Зал – это уже не класс, это уже другая акустика. Ну, ничего, справились, отослали на конкурс. А чтобы развивать талант и поддерживать себя в форме, педагог и воспитанница решили посетить мастер-класс по музыкальному исполнительству на базе Варзамасского музыкального колледжа. Секретами своего мастерства с учащимися делились ведущие музыканты и преподаватели страны. Новые знания и умения почерпнула для себя и Варвара. Я научилась играть тихо. Надо же не только заниматься в классе, да и слушать записи артистов и преподавателей. Поехали послушать вживую и позаниматься с мастерами, также вживую на сцене колледжа. На саксофоне воспитанница детской школы искусств играет всего один год, но уже проявляет себя как настоящий музыкант. Девочка много занимается, демонстрирует настойчивость и упорство. Вкупе с талантом это дает отличный результат. Есть одаренность, это да, дар есть у человечка, но самое главное то, что она очень уперто занимается, так сказать. Она много трудится, это очень похвально. Если у Варри это желание будет развиваться, то мы, может быть, и еще поучаствуем не в одном конкурсе. В планах у преподавателя и его воспитанницы принять участие в мастер-классах и в других городах, а также попробовать свои силы на других конкурсах. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!